Многие считают, что Международный день вопросов посвящен детям, которые любят их задавать. Каждому почемучке важно много узнавать об окружающем мире, поэтому специалисты советуют родителям поддерживать любознательность ребенка. Самые юные зрители нашей программы тоже задали свои вопросы взрослым экспертам. Мне часто бабушка говорит, что я расту не по дням, а по часам. Так, когда я расту? В днях или по часам? Помните, у Пушкина и растет ребенок там не по дням, а по часам. Малыши первого года жизни действительно растут по часам. Это период самого активного роста. Так, например, малыши от рождения к году становятся тяжелее в три раза и выше примерно в полтора. Затем скорость роста немного замедляется, и малыши растут скорее по месяцам, чем по дням, а более старшие детки вообще растут скачками. Почему, когда у меня выпадает зуб, потом я засыпаю, и фея прилетает непонятно откуда, или с двери, или с окна. Зуб забирает, и потом дает подарок или денежки. Зачем ей так много зубов? Если бы зубная фея существовала в реальности, предположим, то, мне кажется, можно было бы вести бизнес. Молочные зубы можно было бы из них брать кератин. Можно сказать, это перекуп. Она покупает зубы у детей, и эти зубы далее перерабатывает, и уже поставляет переработанные зубы куда-то дальше. В принципе, в небольших количествах, я думаю, это был бы прибыльный бизнес. А почему полезная еда не такая вкусная, как неполезная? Такие продукты, как картофель фри, чипсы, любой фастфуд, сладости, добавляют ущелители вкуса и аромата, а также избыточное количество сахара и соли, которые действуют на наши вкусовые рецепторы, и тем самым вызывают привыкание, после чего обычная еда нам уже кажется менее вкусной. Почему мы дрожим от холода? Потому что это мне мешает. Дрожь – один из трюков нашего организма. Он помогает нам согреться. Телом управляет мозг. В нем есть специальный отдел, который отвечает за поддержание температуры. Нормальная температура тела – 36,6 градусов. Когда кожные покровы сильно охлаждаются, кожные рецепторы, но это такие датчики, посылают импульс в гипоталамус, а он заставляет быстро-быстро сокращаться мышцы, вырабатывая тепло. А человек ощущает это как дрожь. Почему у многих детей есть кариес, тогда как у многих взрослых его нет? Откуда он берется? Главный фактор риска – это плохая гигиена полости рта. И чем быстрее родители совместно со стоматологом обучат ребенка правильной ежедневной чистки зубов, подберут щетку, пасту, тем значительно снизят риск получить заболевание кариес во взрослом возрасте. Чистка зубов – это привычка здорового человека. Международный день вопросов проходит в день рождения Альберта Эйнштейна. Одна из цитат физика гласит «Важно не прекращать задавать вопросы. У любопытства есть своя причина существования». Поддерживайте природное любопытство своих малышей, ведь родители – главные эксперты в жизни детей. И добрые ранницы, Беларусь!